Ребят, одного малыша я немножечко спасла. Он родился. Сейчас я отнесу его к мамочке. Пусть она его греет, сушит. Ночью, возможно, обратно заберу к себе. Посмотрим. А тот утенок, который остался еще, был в крови, пока он еще живой, буду наблюдать за ним и помогу, возможно, тоже убрать скорлупу. Но это будет чуть-чуть попозже, пусть чуть-чуть подсохнет. Что вы все смотрите? Столпились. На, твой ребенок, на, грей. А ты мне тех дай посмотреть. Хорошо, хорошо, не нужна скорлупа, уберу. Дай мне тех посмотреть. Ты их не убила еще? Нет, живые. Пытаются пробиться. Хорошо. Крови нет у них, отлично. На, 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 мамаша, грей, 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 все. Я ухожу, все. Ну что, второй утенок спасен. Я его освободила потихонечку от скорлупы. Кровь у него немножко есть, но вот в районе лапки и крылышко. И у него плохо втянулся желточный мешок. Значит, я желточный мешок обработала перекисью и рамку тоже. Сейчас я все-таки отнесу мамашу, пусть она их греет. Пусть сама с ними занимается, как будет, так будет. А ночью я всех ее деток, когда они обсохнут, вместе с ней перенесу в теплицу. Там гораздо теплее и там безопаснее. Там никто их не сможет обидеть. В общем, ребят, уже наступил вечер. Уже на улице темно. Подготовила я им тайзик. Нисположила опилочки сверху, соломку. Сейчас Вовку попрошу. Он нас поснимает, как мы утят будем доставлять на новое место. Мартин, встречи. Привет. Мы заходили сюда буквально полчасика назад. Все четыре утенка были более-менее сухие и все живые пока. Вот такие у нас малыши. Карандашу. Сначала я отнесу утят, а потом подсажу уточку. Я об этом и знала. И мне сегодня одна подписчица тоже сказала именно сделать так. Так, а где четвертый утюнов? Где четвертый утюнов? Вон он. Я им там место уже, кстати, в теплице. И я в теплице подготовила. Все-таки, а какой вот, который был в крови весь. Вот он. Все понесли, а потом за уткой прикинули. Вот, мы пришли в теплицу. Ребята, обратите внимание, я зелень не стала убирать ни с этой стороны, ни с той стороны. И уточка покушает, и утятки покушают. Так что зелень пусть будет. Так, собаку сейчас выгоним. В общем, я их прям так в тазике оставлю. Чуть углублю только. И сейчас принесу их мамочку. У них тут сухо, хорошо, тепло. Здесь у меня, я мульчировала шелухой из-под грибных блоков. Так что здесь будет им тепло, сухо и хорошо. Поставила сразу водичку и корм. Завтра я им яйца сварю и лучок. Все, встать на паузу. Сейчас я утку принесу. Бомашку принесли. Надо выключать свет. Все, пусть осваиваются. Все, короче, ребят, сейчас я выключаю свет. Все, и завтра придем и посмотрим, как они себя будут чувствовать. Дверь я обязательно закрою, чтобы им нигде не сквозило, не дуло. Ну, вроде бы смотрит на них. Но она боится, что новое место еще и уйдет. Мэри наблюдает, где что и как. Подходит к ним иногда. Но я в любом случае сегодня еще приду, проверю. Все, ребяточки, спокойной вам всем ночи. До завтра. Ну, что, ребят, ночь все-таки будет у них проходить у нас дома. Соорудили коробочку. Поставили ему лампу. На дне коробочки также находится грелка. Я их принесла. Лапки уже согрелись и они уснули. В общем, с нашей уткой непонятно, что происходит. Ну, посмотрим, что будет завтра. Если будет погода хорошая, тогда отнесу в теплицу их обратно и буду наблюдать, примет она их или нет.